Болотелли, как много в этом слове! Уверен, даже если вы смотреть «Начали футбол» полгода назад, вы знаете об этом, парни. Но давайте обо всем по порядку. Вы на канале Фолстон, меня зовут Костя, я рад вас здесь всех видеть. Поехали! Болотелли родился в Италии, в семье выходцев из Ганны. Однако его родители не могли достойно содержать детей. И в итоге Марио в возрасте двух лет был отдан в итальянскую семью. В семь лет пошел свой первый футбольный клуб «Сан Бартоломео» и провел там два года. После сменил еще несколько клубов, а в 15 лет не прошел просмотр в Барселоне. И тут его удалось прихватить Интеру, который отдал за 16-летнему парня аж 150 тысяч евро. После года молодежки его перевели в основу, а Интер доплатил еще 190 кусков за вторую половину прав. Для 2007 года это были огромные деньги за юного игрока. Болотелли очень интенсивно прогрессировал. И в итоге в августе 2010 года был выкуплен Манчестер Сити за 30 миллионов евро. Опять-таки сейчас это небольшие деньги, совсем небольшие. Но давайте помните о том, что это все было до чумового демпинга цен после трансфера Неймара. Поэтому 30 миллионов за 20-летнего футболиста очень солидная цифра. В итоге сейчас ему 30 лет и он на самом дне. От него отказались абсолютно все клубы. Манчестер Сити, Ливерпуль, Милан, Ницца, Марсель и даже Брешия. Последний клуб, который был готов платить ему за футбол хоть какие-то деньги. Да, это мы говорим про парня, который когда-то зарабатывал 150 тысяч в неделю. Да, это мы говорим про парня, которого хотели практически все клубы мира. Да, мы говорим про парня, который в 10-м году завоевал награду Golden Boy, а она дается самому талантливому молодому игроку мира. Да, мы говорим про того, который феерил на Евро-2012 в составе сборной Италии. И да, мы говорим про парня, который в 20 лет помог завоевать Требл Интеру. Как так произошло? Давайте разбираться. Для начала я представлю вам пару слов о Болотеле, о том, как его характеризуют другие люди из мира футбола. Леонардо Бануччи, например, назвал его Примадонной. Президент Самдории сказал, что худший враг Болотеле это сам Болотеле. А чемпион мира Кристоф Дюгари заявил, что у этого мальчишки не все дома. И это не все. Тренер сборной Италии Джампьеро Вентура как-то сказал, что Болотеле играл замечательно, когда хотел доказать, что он футболист. А нынешний тренер Ювентуса Андреа Пирло сказал, должен признать, Марио разочаровывает меня. Я думал, что он станет одним из лучших форвардов в мире, ему больше нельзя тратить время впустую. В 16-м году Болотеле подобрала Ницца, и даже президент клуба выразился скептически, он уже давно не играет. Согласитесь, так себе слова поддержки для новичка. Мина Райола, который и лысому продаст шампунь за 200 миллионов, также вынужден был признать, что ему приходится приложить немало усилий, чтобы найти месечко для своего подопечного. Кстати, именно во время перехода в Ниццу казалось, что Болотеле все осознал, не давал громких обещаний и твердил, что клуб ничем не рискует. Но, как видно, спустя 4 года восстановить карьеру не так-то просто. Я думаю, что каждый первый из вас знает, что Болотеле очень скандальный футболист. Он никогда не стеснялся грубых выражений. Например, когда Марио не взяли в Барселону, он затаил обиду и спустя пару лет сказал, что не будет играть за девочек. Кроме того, Болотеле человек антидисциплина. Согласитесь, с манишкой может затупить любой по юношеской дурной голове и в фейерверке в ванной запустить не преступление. Но не нужно забывать, что ты профессионал. Болотеле часто замечали в ночных клубах перед важными матчами он бросался дротиками в игроков молодежки Манчестер Сити. Да, он много забивал, но статистика его желтых карточек практически равна его забитым голам. Просто представьте, Марио забил 23 гола за Милан и получил 21 желтую карточку. При этом его нельзя назвать грязным игроком. В основном желтые карточки итальянцев за споры с арбитрами и ответы на провокации. Самый тупой, простите, случай произошел еще в Интере под руководством Жозе Мауриньо. В команде была тяжелая ситуация с травмами. Болотеле вышел в старте, его тупо даже неким было заменить. На 43-й минуте он получил желтую карточку и в перерыве в 14 из 15 минут Жозе умолял его не реагировать на провокации, играть максимально аккуратно, чтобы не схлопотать удаление. И что вы думаете, подействовал на футболиста мольба тренера? Нет, на 46-й минуте Болотеле получил вторую желтую и был удален. То есть ему реально было сложно держать себя в руках. Хотя, с другой стороны, он всеми силами показывал свой флегматичный характер. Например, не праздновал голы. Как он это сам объяснял? Послушайте. Забивать моя работа. Я просто делаю свою работу. Не вижу причин для радости. Разве почтальон радуется, что доставил письмо? Как думаете, сильно ли это налажило его взаимоотношения с фанатами, которые вопят от радости после каждого гола? Я вот так не думаю. А теперь давайте рассмотрим с вами самые важные ошибки Болотеле, которые и привели его к самому дну. Сначала вспомните тот факт, что Болотеле дрался с тренером. Да-да. В 2013 году он подрался с Роберто Манчини. Самое интересное, что именно Манчини дал ему дорогу большой футбол, когда еще тренировал Интер. Именно на этом делался упор, когда Мансити отдавал за форварда 30 лямов. Воссоединение ученика и учителя. В итоге ситуацию замяли, а Болотеле продали ближайшее трансферное окно. А вот самая большая ошибка Марио, на мой взгляд, он связался с Райолой. Минноизвестный агент, который будет отстаивать интересы игрока, а соответственно и свои интересы до последнего. Он говорил, что Болотеле стоит 250 миллионов. Говорил, что он завоюет три золотых мяча. Говорил, что он не по карман учился и по СЖ. В итоге Марио всегда находился под огромным давлением, с которым в итоге и не справился. Сейчас футболист находится без клуба, ему уже 30 лет. Естественно, в футболе масса случаев, когда клубы обращаются за помощью к откровенным возрастным ветеранам. Яркие примеры Тиаго Силва, Давид Силва, Эдин Сынковань, Ибрагимович и множество других. Зачастую их подписывают не ради большого количества работы или голов, хотя Ибрагимовичу тут исключение, а ради их опыта. Что может быть лучше для молодого состава, чем опытный взрослый дядька, который провел 15 лет карьеры на топ-уровне, который и подскажет, и объяснит, и доработает, и просто возьмет на себя ответственность. Но Балателли тут никому не нужен, потому что ответственности в нем нет, стабильности в нем нет, да и позитивным опытом он не блещет. В конце концов, так себе пример для молодежи. Мое откровенное мнение, Марио нужно забыть о карьере футболиста, искать себя в чем-то другом. Безусловно, всегда можно пойти в какую-то региональную лигу, но это тоже выбор на троечку. В жизни есть масса других занятий, а если у Балателли осталось хотя бы несколько сотен тысяч долларов, то их можно здорово вложить и заниматься бизнесом. А в большой футбол ему дорога явно закрыта. К большому и большому сожалению. Если вы меня внимательно слушали, то точно поняли, в скольких странах играл Марио Балателли. В комментариях напишите, в каких же клубах выступал Марио. И тогда посмотрим, как вы знаете опального футболиста. Ну а с вами был Костя Фолстон. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии, и, конечно же, оставляйте свои лайки. Увидимся совсем скоро. Пока-пока. Не скучайте. Субтитры сделал DimaTorzok